Уже завершается монтаж крыши. На финишной стадии система вентиляции оборудование закуплено. В целом городоначальник увиденным остался доволен. Все же расслабляться строителям, а их на объекте почти 120 человек. Некогда. Нужно оптимизировать работу и ускорить темпы, отмечает Анатолий Пахомов. Ведь до сдачи объекта остается всего 50 дней. И возможно придется работать в две смены. 1 декабря мы должны ввести в эксплуатацию этот объект. И в течение месяца получить все документы. И с 1 января 400 детей поселка Лазаревский получат красивые, достойные места в детских дошкольных учреждениях. А это залог на будущее. Это и есть, с этого все начинается, с детских дошкольных учреждений. Именно отсюда начинается воспитание. Если детки будут находиться в хороших условиях, и воспитатель, либо учитель музыки будет им рассказывать о прекрасном, они будут понимать, что вот это прекрасно. Выйдет на улицу, там будет красивая, оформленная городская среда. Это тоже прекрасно. И они понимают, что такое хорошо, а что такое плохо. Ход строительства детского сада на Малышево мэр города поручил в ежедневном режиме контролировать своему помощнику. Всего в Сочи в 2015 начали и планируют завершить три детских сада, два из которых в Лазаревском. Так что проблем в самом большом районе курорта с местом в дошкольных учреждениях для детей от трех до семи лет больше не будет. В этих садах оборудуют все таким образом, что в комфортных условиях будут заниматься порядка 1200 детей. Управление образования уже готовится к новоселью. Более 600 миллионов выделено на строительство трех детских садов. Они большие, и я надеюсь, что у нас все получится к концу года. Конечно же, мы покупаем только мебель с сертификатами качества, безусловно. В плане экономичности вся мебель-трансформер. Она раскладывается, складывается по типу матрешки, кровати, столики, стульчики. Так что все очень функционально и удобно. Параллельно с детскими садами в городе уже начинают подготовку к строительству школ. Сейчас в Сочи из 53 тысяч детей 10 тысяч учатся во вторую смену. Уже разработана дорожная карта до 2025 года. Планируется строительство 10 пристроек к школам, 9 отдельно стоящих зданий и еще одну школу реконструируют.